Здравствуйте! В эфире программа событий. С вами Марина Матвеевшина. Я и мои коллеги расскажем обо всем самым интересном, что происходило в Самаре на этой неделе. Знаковый день в истории российской космонавтики. В четверг в 5 утра по московскому времени с космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель, созданная на Самарском заводе «Прогресс». За ее запуском наблюдал президент России Владимир Путин. Сейчас связь со всеми тремя спутниками установлена. Отделение космических аппаратов «Ломоносов», «Аист-2Д» и «Самсад-2018», два последних созданы также в Самаре, завершилось штатно. Изначально запуск ракеты-носителя «Союз-2.1А» был запланирован на утро 27 апреля, однако был отменен за минуту до старта. Причиной стал сбой в одном из приборов системы управления, отвечающей за включение и выключение двигателей. Позже глава Роскосмоса Игорь Кмаров сообщил, что проблемное место удалось локализовать. Второй запуск планируется провести уже в 2017 году. С успешным запуском ракеты-носителя коллектив РКЦ «Прогресс» и самарских специалистов, которые активно участвовали в строительстве космодрома «Восточный», поздравил Николай Меркушкин. Он подчеркнул, что главные вехи развития российской космонавтики связаны именно с Самарской землей и выразил уверенность, что Россия и впредь сохранит мировое лидерство в сфере ракетостроения. Успешный пуск ракеты-носителя еще раз подтвердил статус Самары как одного из форпостов космической отрасли России. О том, как именно в Куйбышеве начиналось триумфальное освоение Вселенной, напомнит наш следующий материал. Свои самые первые космические ракеты в Куйбышеве построили в 1958 году. Завод «Прогресса», тогда еще авиационный завод номер один, получил государственное задание особой важности – перестроиться на выпуск ракет. От этого зависела судьба оборонного комплекса СССР и всех космических разработок. Здесь впервые в стране наладили массовое производство. Темп освоения новой техники кажется невозможным даже сегодня. График был очень жесткий, работали буквально круглые сутки. Вот благодаря тому, что вот эти пультовых было по две везде, а они не используются. Там поставили стеллажи и мы там спали. Когда не занят, пойди. А собирали тогда в Куйбышеве главную ракету мировой космонавтики 20 века – Р-7. Прародительница Современного Союза – это она, «семерка», созданная в городе на Волге в 61-м, доставила Юрия Гагарина на земную орбиту. Двигатели к ракете делали тоже куйбышевцы. Владислав Тома был среди тех, кто готовил перед стартом двигатели гагаринской ракеты. А такой современную Самару с высоты земной орбиты видят современные аппараты, сделанные на прогрессе. Без космической информации самарских спутников сегодня не могут обойтись около 200 российских ведомств и министерств. До последнего момента действительно в приоритете были импортные иностранные спутники, которые давали необходимое качество. Сейчас запущено несколько спутников, которые произведены здесь у нас в Самаре. Они дают великолепную картинку потрясающего качества. Все российские космонавты свой путь на орбиту проделали на Самарских Союзах. Эти ракеты-носители лидируют в мире по количеству запусков. Сегодня они стартуют с трех космодромов планеты, даже из Южной Америки. А сегодня утром Самарский Союз-2.1а открыл своим стартом новый российский космодром «Восточный». Инга Пеннер, Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Уникальные 3D-представления, концерты в изложении цветов и, конечно, парад победы. Праздничные выходные в честь 9 мая будут насыщенными. Самарцам покажут документальный фильм, посвященный запасной столице и судьбам фронтовиков. Как распланировать праздники и увидеть все самое интересное, знает Валерия Макарова. 8 мая центром всех праздничных событий станет Площадь Славы. Около Вечного Огня сотни школьников принесут клятву патриота перед колоннами ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь же в 5 часов самарцам покажут документальный фильм о военном Куйбышеве «Запасная столица». Программа продолжит выступление творческих коллективов, а в 10 часов вечера начнется кульминация этого дня. Здание областного правительства станет огромным экраном для 3D-представления о военной жизни Куйбышева. А после здесь покажут фамилию каждого самарца, кто ушел на фронт, но так и не вернулся. Их более 200 тысяч. На это уйдет вся ночь и все это время здесь будут нести вахту памяти школьники, студенты и военные. Масштаб или форма, которая будет представлена, я пока вот так аналогов таких не знаю. Потому что нам удалось найти базу вот всех фамилий лиц, которые погибли непосредственно, то есть не пришли с фронта. По масштабу не будет уступать прошлому году и парад победы. Впервые в нем участвует женский сводный расчет. Их готовность на одной из последних тренировок главнокомандующий похвалил и поставил некоторым в пример. По площади Куйбышева 9 мая пройдут более 2000 военнослужащих и свыше 70 единиц военной техники, в том числе авиация. Удалось привлечь к прохождению, получается, все регионы, где дислоцирована 2-я армия. То есть мы здесь и с Оренбургской области будут, с республики Башкортостана приезет зенитная ракетная бригада. И, соответственно, естественно, никуда мы не уйдем от Самарского гарнизона. Репетиции парада все желающие смогут увидеть 4 и 6 мая в 19.00. Генеральный прогон 7 мая в 10 утра. В День Победы попасть на площадь Куйбышева можно будет только по пригласительным. Как обычно, придется пройти через рамки металлодетектора. Но уже вечером проход на праздничный концерт откроют для всех желающих. Традиционный салют на набережной начнется в 22.30. 4 орудия дадут 30 залпов. Обещают, что продлится фейерверк не меньше 10 минут. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Полиция обещает 3 миллиона рублей за сведения об убийцах заместителя начальника штаба областного главка МВД Андрея Гошта и членов его семьи. Кровавая трагедия разыгралась в минувшее воскресенье в частном доме села Ивашевка Сызранского района. Рано утром здесь были найдены тела двух мужчин и четырех женщин. Все погибшие скончались от черепно-мозговых травм, которые были получены от ударов тупыми предметами. Следствие сделало вывод, что нападение произошло, когда семья спала. Все погибшие находились в своих кроватях. Спасти удалось только семилетнюю девочку, племянницу Андрея Гошта. Она находится в больнице в тяжелом состоянии. Соболезнование родственникам погибших выразил губернатор Николай Меркушкин. Это определенный велосипед, да, общество. В свое время в начале ГУВД очень активно там, в Сызрани. Кошт предпринимает меры для борьбы вот с разного рода вещами, которые тянулись многие-многие годы. Это и врезки в нефтепроводы, в продуктопроводы. Это продажа алкоголя, теневого, паленого в огромных объемах. Это и добыча песка незаконно, ну и наркотики там же. И он на самом деле в первое время, особенно в первое время, он очень активно этим занимался и натыкался очень, так скажем, ожесточенное сопротивление. Вот и следственная группа есть полная уверенность, что они это дело доведут до конца. Пенсионерам стоит быть внимательнее. В период майских праздников активизируются мошенники. Представляясь сотрудниками соцслужб, они обманывают стариков. В прошлом году жертвами преступников в Самаре стали порядка 90 пенсионеров. Как не попасть на крючок, расскажем прямо сейчас. Май 2013 года. На подходе праздники в квартиру пенсионеров позвонил вот этот мужчина и представился сотрудником пенсионного фонда. В честь Дня Победы предложил семейной паре расписаться за прибавку к пенсии и получить ее на месте, но со сдачей. Вместо денег мошенник вручил пенсионерам пятитысячную купюру банка приколов. Получив сдачу, прихватил из квартиры ноутбук и скрылся. Чуть позже его задержали, но так везет не всегда. Зачастую пенсионеры просто не помнят лица обидчика. Специалисты советуют быть бдительнее. Если мы говорим про выплаты к празднику Победы, то у нас в области осуществляется только одна выплата к этому празднику. Это единовременная выплата тысячи рублей. Эта выплата, она осуществляется в безналичном порядке. То есть никакой социальный работник и представитель социальной службы к бабушке, к дедушке домой не приходит. Министерство перечисляет эту выплату либо на счет пожилого человека, либо перечисляется на почту. Только за несколько месяцев этого года жертвами мошенников в Самаре стали 17 человек. Раскусить злоумышленников удалось лишь двоим. В итоге потерпевшие лишились от полутора до трехсот тысяч рублей. С каждым годом для стариков, как это не печально, преступники придумывают все больше новых ловушек. Полицейские советуют, если у вас возникли сомнения, не поленитесь перед тем, как открыть дверь. Позвоните родственникам и в организацию, откуда якобы пришел незваный гость. Если информация подтвердится, попросите его предъявить удостоверение. А если собрались в банк за пенсии, особенно за крупные суммы денег, опять же попросите о помощи родственников. Преступники не брезгуют даже самыми гнусными методами, вплоть до рукоприкладства. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Скандал в советском районе Самары. Компании по обслуживанию домофонов бьются за место под солнцем. Жители многоквартирного 121-го дома по улице Советской Армии получили в подарок уникальный аппарат в рамках программы «Безопасный город». Люди довольны. А вот прежняя компания, которая обслуживала здание, протестует. Все стороны конфликта выслушала Лариса Шалафаст. О безопасности своего дома жители задумались в начале этого года, когда во время ремонта на чердаке нашли труп мужчины. Кроме того, рассказывают люди, во дворе постоянно что-то случается. То шины проколят, то бензин сольют. И поэтому решили установить видеонаблюдение. Прежде чем принять решение и посоветоваться с жителями, я обзвонила и другие компании с просьбой предоставить нам подобную услугу. Но ни одна компания не пошла нам навстречу. На собрании жителям предложили принять участие в программе «Безопасный город» и установить на подъездах современные домофоны. Жильцы инициативу поддержали. Это в принципе государственный проект – домофонить и сделать камеры. Вот этот аргумент был самым главным. Вы согласны? Да. На что вы согласны? На какой уровень? Я сказал, что на камеру внешнюю, не внутреннюю. И домофон. И плата 45 рублей, по-моему, там ежемесячно меня вполне устраивает. Компания «Инвестор» установила жителям современные домофоны с функцией видеонаблюдения. Умное устройство также предупреждает людей о том, что в доме идет ремонт или во дворе убирают снег. К тому же с его помощью можно связаться с единой диспетчерской службой 112. Жители новшеством довольны. А вот та компания, что ранее обслуживала дом, напротив, пошла на конфликт. Представители новой обслуживающей компании говорят, конкуренты просто так территорию не отдают. После установки похитили камеры и недавно прокололи колеса у машины одного из сотрудников. Это автомобиль нашего монтажника. О данных происшествиях мы написали заявление в милицию. У прежней обслуживающей фирмы своя точка зрения на происходящее. По сути, здесь получается рейдерский захват. Вот и все. Вся позиция. То есть мы являемся обслуживающей организации. С каждым жителем заключены индивидуальные договора на ТО, на основании которых мы предоставляем им квитанции. Получаем с них денежку. Сейчас без нашего ведома приезжает некая компания, все это переделывает. Мы исполняем волю собственников. Если собственники принимают решение на общем собрании, только тогда мы монтируем оборудование. Прежняя компания на очередном собрании жильцов не смогла убедить жителей в своей правоте. Люди все-таки сделали выбор в пользу домофона с видеонаблюдением. Впрочем, на этом история не заканчивается. Обе домофонные компании написали заявление в полицию. Те, что вынуждены были отступить, жалуются на то, что у них отняли возможность зарабатывать. А коммерсанты-победители обвиняют незадачливых конкурентов в порче имущества. Так что точку в этом споре теперь должны поставить правоохранительные органы. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Не отвечать незнакомцам, не называть свои пароли и не переходить по сомнительным ссылкам. Самарским школьникам рассказали о правилах кибербезопасности. Такие уроки проходят во всех школах страны с 2012 года. В онлайн-режиме прослушать лекцию и принять участие в обсуждении могут ученики сразу нескольких учебных заведений города. Школьникам рассказывают об элементарных правилах безопасности при общении в сети интернет. У детей киберуроки вызывают большой интерес. Организаторы проекта планируют разработать такую же программу компьютерной грамотности и для взрослых. Дети после урока приходят к родителям, задают им много вопросов по поводу того, как их стоит вести себя в интернете, а родители не знают, что им ответить. Поэтому мы сейчас разрабатываем специальную программу, ориентированную на родителей, и тоже будем продвигать ее в школах через родительские комитеты. Яблони и вишни расцветут из-за колючей проволокой. Этой весной настоящий фруктовый сад появился в 15-й исправительной колонии. Здесь срок за свои преступления отбывают женщины. А для них, посчитали общественники, крайне важно не терять представление о прекрасном. Об исправлении красотой репортаж Лариса Шалафаст. Первый урожай ягод появится уже в этом сезоне. Смородина, жимолость, яблони, груши и сливы. Пока небольшие саженцы. Но через пару лет в 15-й исправительной колонии будет настоящий фруктовый сад. Этот участок земли пустовал, и разбить здесь сад – давняя мечта. Как вы видите, вокруг зеленой зоны у нас, в принципе, достаточно. Все березы очень красиво весной. Но не хватало, естественно, нам что-то вот такого вкусненького, фруктового сада. Значит, учитывая то, что колонии в этом году исполнится 87 лет, ну и вот сегодня такой хороший счастливый день, мечта наша сбылась. Саженцы рассадили специальным способом. Здесь деревья двух сортов, поэтому урожай можно будет собирать ранним летом и до поздней осени. Подарить женщинам, отбывающим срок в колонии, фруктовый сад с символичным названием «Добрый знак» – идея общественного совета при ГУФСИН. И когда они будут ухаживать за этими деревьями, когда они будут вдыхать воздух цветущего яблоневого сада, я думаю, что они будут понимать, что за колючей проволокой их ждут. И что самое главное – верят в то, что они отсюда выйдут людьми другими, новыми, более, так сказать, готовыми к жизни в современном гражданском обществе. За садом будут ухаживать сами заключенные. На территории исправительного учреждения находится дом малютки. И дополнительные витамины для мам и их детей будут как раз кстати. В ближайшее время фруктовый сад дополнит цветами и кустами клубники. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Первый раз в первый рейс. Новый трехсекционный трамвай испытывают в Самаре. На этот раз он пришел к нам с Урала. Отечественная новинка будет ходить по 20 маршруту от улицы Фадеева до Чапаевской. Пассажиры могут оставлять свои отзывы в книге, которые находятся в салоне трамвая. Срок тест-драйва в Самаре – два месяца. На новеньком трамвае одной из первых прокатилась Валерия Макарова. Серо-бело-оранжевый, непривычный для самарских трамваев цвет, привлекает пассажиров. Некоторые в него садятся просто из любопытства. Кто из изготовителя? Я говорю, что делает Екатеринбург-Урал. Все очень удивляются. То есть этот вагон считается новым. Некоторые мальчишки даже специально к нам посмотрели по пребывалкам, к нам пошли сюда, посмотреть, что за вагон. Кондуктор рассказывает, довольна в первую очередь бабушке. В трамвае ни одной ступеньки, он полностью низкопольный. В него легко не только зайти, но и перемещаться по салону тоже удобно. И кроме того, это одно из требований ФИФА по перевозке болельщиков. Очень комфортно, нам очень понравилось. Тебе понравилось, Игорь? Да. Очень современно. Ну, соответствует таким европейским всем видам транспорта, очень тоже понравилось. Вид европейский, а начинка почти вся российского производства. Электрооборудование управляется с помощью бортового компьютера. На дисплеях водитель видит все, что происходит с трамваем. Здесь четыре видеокамеры. Здесь открывание двери, то есть двери сейчас открыты. Если я их закрою, здесь вот показывает, что сейчас двери все закроются. В зеленый цвет все закрыто. Тормозная система полностью исправна. Все, что нужно для водителя, для пассажиров здесь есть. У трамвая непривычная передняя часть, так называемая маска. Она плоская, а не выпуклая. Сидячих мест здесь 46, а всего в трамвае могут проехать 210 человек. По вместимости это меньше. Например, трамвай Метелица, однако и стоимость его ниже. Да и трамваи Уральского завода самарским специалистам уже знакомы. У нас есть опыт эксплуатации 45-х вагонов. То есть, конструктивно они немножко похожи. То есть, я думаю, нам будет легче, чем, допустим, Метелица обслуживать и так далее. Движение машины обеспечивает 8 тяговых двигателей с индивидуальным приводом на каждое колесо. За счет такой конструкции удалось сделать низкий пол по всей длине салона. Максимальную скорость, которую может развить вагон – 75 км в час. Чтобы снять эти кадры, мы проехали за трамваем весь его маршрут. И не раз, стоя на очередном светофоре или перекрестке, позавидовали его пассажирам. Стоит признаться, этот трамвай мы ловили полгорода. Идет он довольно быстро. Так что, наверное, пора пересаживаться на трамвае и не стоять в пробках. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. В честь праздничных мероприятий, посвященных 50-летию улицы Старозагора, в рейс вышли и специальные экскурсионные маршруты. Теперь каждый горожанин может узнать историю русско-болгарской дружбы, проехав на специально оформленном автобусе или троллейбусе. Маршрут с историей оценила и Юлия Черняева. Выбышев из Старозагора фактически стали городами-побратимами в 1957 году. За 18 лет работы Татьяна Дрондина впервые выходит на экскурсионный троллейбусный маршрут. Совмещать приятное с полезным кондуктору придется по долгу службы. Увлекательные истории про улицу Старозагора, русско-болгарскую дружбу и самарское знамя теперь можно услышать по дороге домой или на работу. Мне кажется, может, для школьников, для студентов информация будет интересна. Автор экскурсии – доктор исторических наук Глеб Алексушин. Текст читает заслуженный артист России Владимир Гальченко. От остановки проспект Карла Маркса до конечный железнодорожный вокзал можно узнать важные подробности о создании Самарского знамени, строительстве улицы Старозагора и даже первом репертуаре легендарного кинотеатра «Шибка». Нарядный троллейбус заметен издалека, и горожане рады таким экспериментам. Всю историю улицы Старозагора даже не знают. Я знаю, что это болгарское название, но более что-то я не знаю. Было бы интересно? Конечно, интересно. Здесь мы рассказываем не только о победе в русско-турецкой войне, не только об истории Самарского знамени, а в кладе Юрского монастыря в этот процесс, и в кладе Петра Владимировича Алабина, но и еще об истоках, о Муромском городке, о Волжской Булгарии. Рассказывать про историю улицы Старозагора планируется на 17-м троллейбусном и 23-м автобусном маршрутах. Целое лето до осени горожане будут узнавать что-то интересное о родном городе, о родной улице и находящихся на ней объектах. Юлия Чернеева, Максим Гусев, События. Водные процедуры для пернатых. В Самарском зоопарке водоплавающие птицы наконец-то дождались теплой погоды. Их перенесли из ангара в озеро, чтобы радовать посетителей их красотой. В природе считается, что лебедь – птица однолюб. Но вот орнитологи с этим почему-то не согласны. Миф о лебединой верности развеет Марианна Мирная. Истасковавшись по брызгам воды, благородные лебеди, словно воробьи, купаются в солнечных лучах и водоеме. Сегодня в Самарском зоопарке выпустили на волю птичий дворик. Крякву, мандаринку и мускусную утку, которые составили компанию пяти лебедям. Белые еще совсем юные, держатся втроем так надежнее. А вот черным и вдвоем хорошо. Пресловутую лебединую верность они хранят друг другу вынужденным. Выбора другого нет. По утверждению орнитологов, лебеди способны как на моногамию, так и на полигамию. И даже на любовь к неодушевленным предметам. Есть некоторые вообще, которые лодки любят. В Англии был такой случай недавно. Лодка в форме лебедя. Ну или там что-то вроде катамарана. Самец к ней пристал, все, народ отгонял. На свежем воздухе птицы проведут остаток весны, все лето и часть осени. Как только вода в озере начнет подмерзать, их отправят обратно в ангар. Лебединое озеро – это не балет, а место обитания прекрасных птиц. Всю зиму пернатой провели в закрытом помещении, где им не был страшен мороз. И вот теперь лебеди могут наслаждаться свободой, а мы – удивительными созданиями во всей красе. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. Покупая билет на поезд, можно случайно оказаться в опере. В честь дня рождения Самарского театра оперы и балета его артисты устроили необычный флешмоб на железнодорожном вокзале. Исполнили фрагмент из оперы «Сивильский цирюльник». Как это было, расскажем в нашем следующем сюжете. Музыкант на железнодорожном вокзале никого не удивляет. Но чарующие звуки скрипки привлекают посетителей вокзала. Случайных зрителей становится все больше. И в этот момент начинается нечто уж совсем невероятное. Пение привлекает и самых сонных посетителей из зала ожиданий, и самых маленьких. Малыши наслаждаются внезапным праздником, а взрослые стараются сохранить в памяти своих телефонов кусочек волшебства. За несколько минут вокзал превращается в оперную сцену. Сюрприз посетителям вокзала решили устроить артисты Самарского театра оперы и балета в честь 85-летнего юбилея театра. Для флешмоба выбрали одну из лучших комических опер «Сивильский цирюльник». Неожиданно, потому что мы же не репетировали здесь. Ну, нормально. Здесь невозможно было репетировать, потому что все время здесь народ. И, в общем-то, и должно было быть неожиданно. Тот случай, когда не только зритель может прийти к нам, сесть в зал и посмотреть спектакль, но и часть спектакля, его фрагмент может прийти к зрителям внезапно, в совершенно неожиданное место. Сюрприз оценили и случайные зрители. Идея замечательная. Во-первых, просвещаются люди. А во-вторых, для людей это неожиданность. Они готовы послушать. Такое, ну, очень здорово. И сами работники вокзала. Для нас это очень приятно, это все действие. Это служит для того, чтобы привлечь на вокзал и пассажир, и наша работа сделать намного приятнее. Через секунду после того, как все стихло, артисты смешались с толпой. И вокзал зажил своей обычной жизнью. Но ощущение чуда осталось. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События. Ярких вам событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова